Всем привет! Сегодня канун Рождества, я работаю. У меня график 2 на 2, я сама выбрала. Мне нравится, что мне каждый день ходить на работу. И поэтому в праздники выходные тоже попадает, что работаю. Как-то раньше прочитала книжку, ну вообще лет в 15, наверное, там героине, ей сказали, что не надо есть и пить в канун Рождества и загадать желание, оно сбывается. И вот у меня стала традиция, я не ему, не пью, загадываю желание и, как правило, оно сбывается. Сегодня приехала на работу на целый час раньше, на машине, выехала пораньше, на всякий случай. Ну, все, слава богу, доехала хорошо, даже успела на заправку доехать и приехала в 7 часов, хотя мне к 8. Так быстро, ну где-то за полчаса доехала. У кого как начался год? У меня год начался с таких, даже не знаю, как сказать, курьезов, что ли. Или просто я немножко тупила, больше не знаю, как назвать. Вчера забыла на работу пропуск, хотела ехать назад, но потом подошла к охранникам, меня пропустили. Надеюсь, этот день не засчитается как рабочий, потому что приехала я тоже, ну, минут на 40 раньше, тоже на машине. Хочу воспользоваться, пока нет пробок и праздники, хоть поезжу на своей машинке. Еще получилось, что вообще не смейтесь, пожалуйста, так сильно надо мной. Я все-таки блондинка. Приехала с сыном, к сожалению, видео не удалось снять, но очень торопилась. И пока закрепляла фотоаппарат в машине, что-то не получилось, он упал. И видео не сняла, как я еду по трассе, но с нему в следующий раз сын забрала на каникулы. Сейчас он со мной, летом буду переводить. Он сейчас живет у отца моего. Летом хочу перевести, он живет со мной, потому что я очень скучаю по нему. Раньше моя мама его не пускала, но сейчас маме нет. Мамы нет. Так уж случилось, что близкие люди от нас уходят. Вот будет год, как бы ее нет с нами, 9 января. Ну, я до сих пор не могу прийти в себя, но не будем о грустной. Сегодня все-таки канал Рождества, надо радоваться. И хочу вас немножко посмешить, потому что само смешно и немножко стыдно. Как я ступила, это вообще комедия. Хотя считаю себя, ну, не глупой во всяком случае, но это вообще было. В общем, ехали мы с сыном, я заправляться не стала. Ну, обычно я заправляюсь на Газпроме, у меня карточка Газпромовская. Подумала, что доеду. Компьютер показывал больше 100 километров, когда подъехали к дому. Короче, хотела поехать на работу, вышла утром с деловым видом. Села за руль, а машина не заводится. Я решила, что кончился бензин. Ну, там вообще-то датчик показывал почти ноль. Хотя компьютер показывал 111 километров. Но стрелка стояла почти на нуле. Я с расстроенным видом поплелась на электричку. Нашла на юду молодого человека, который заправит. Кстати сказать, рекомендую сайт, очень удобный. Если нужно выполнить какую-то работу, недорого. Там можно найти любого мастера. На все руки мастера. Все что угодно можно сделать. И, в общем, нашла парника, который мне принесет канистру бензина, заправит меня сам. Потому что лейки у меня тоже нет. Сейчас выписала ее на Алиэкспресс. Он пришел. Приехал еще мой муж. Мы с ним были в ссоре. Новый год встречали по отдельности. Потом помирились. Он приехал. Я ему сказала. Говорю, ну, не хотела тебе говорить. Сейчас приедет парень, чтобы меня заправить. Ну, он поворчал, поворчал. Стали ждать парня. Парень приехал. Заправил меня кое-как. Там, оказывается, очень маленькое отверстие. В бензобаке у него лейка. Тогда не пролазило носик лейки. Ну, кое-как заправили. Стали заводить, не заводится. Полезли смотреть аккумулятор. Он хотел отсоединить аккумулятор. У мужа аккумулятор взять, ко мне поставить. Проводов не было. Муж не дал свой аккумулятор. Сказал, что компьютер полетит. Сидели-сидели. Муж сел, заводят-заводят. Не получается. Машина не заводится. Я в расстроенных чувствах думаю, ну вот, начался год новый с проблем. Вот так минут 15-20 мучились. Туда-сюда, вокруг машины ходили. И этот парень тоже с нами ходил. Кстати сказать, очень приятный молодой человек. Ну, один раз даже подвозил меня сыну в аэропорт. Тоже недорого взял. Ну, не буду отступать эту тему. Ходили-ходили. И, наконец, этого парня сайта сведу осенило. Я такая глупая. Оставила машину. Не поставила на паркинг. Оставила на драйв. Коробку передач. Ключ вытащился. У мужа в машине ключ не вытаскивается. И он поэтому не подумал, что у меня такое может быть. У меня он благополучно вытащился. Но зато она не заводилась. А с бензином было все в порядке. Просто машина стояла на драйве. Это, в общем, мне до сих пор стыдно. Как я оступила, это ужас. Ну, ничего. Опыт приходит. С котами. Ну, в общем, вот такие у меня дела. Вот так начался год. Всех поздравляю с Рождеством. И всего вам хорошего. Подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье. Пока.